11-й А классы, руководителя Костейникова Натальи Унашоль. Года пролетели минутой одной. Был первый звонок, а теперь выпускной. 253 11-ти классника окончили школу в городе Крымске. По всей стране в этот день прозвенели последние звонки. Этот праздник одновременно и грустный, и радостный, потому что последний школьный звонок – это и первый звонок из взрослого будущего нашим детям. Сегодня заканчивается целая эпоха учебников, тетрадок и дневников. Но учеба не заканчивается, потому что вся наша жизнь – это, в общем-то, большая школа. На смену старшеклассникам приходят те, кто берет с них пример. Для самых маленьких шкалеров эта дорога – большая загадка. 11 лет они изо дня в день будут садиться за школьные парты, чтобы потом точно так же с гордо поднятой головой стоять на торжественной линейке. Чтобы учиться нам на пять, нужно силы сохранять. А у нас и так нагрузки сплошные, перегрузки. По традиции, каждый год в средней школе номер 6 выпускники передают факел знаний своим преемникам и желают удачного 2011 года. Мира Кулешова окончила 9 классов, и в ее планах – поступление в Краснодарский юридический колледж. Говорит, прощание со школой – очень волнительное событие. Очень грустно расставаться со школой, с учителями, но хочется все равно приходить, посещать своих одноклассников, которые останутся, пойдут до 11 класса. Самые радостные – это линейки, наверное, потому что всегда выпускаются классы 11, с которыми очень всегда хорошо общались, и грустно с ними расставаться, как они после этого будут разъезжаться по разным городам и уже не так часто видятся. На торжественных линейках в честь последнего звонка по всей стране вместе с выпускниками грустят и их родители. Ведь 11 лет назад они впервые привели сюда своих маленьких чат, а сегодня это взрослые и образованные юноши и девушки. Радость, во-первых. Не знаю, жалкость со школы. Я просто не могу. Я прям взрослые и все встали. Волнительно. На экзаменах раньше проще было просто. Пришел, выучил билет и сдал, а сейчас немножко по-другому. Но надо ребенка настраивать, чтобы сдал. Не надо никогда говорить, что он не сдаст. Прежде чем раздался звон колокольчика, главные виновники торжества выпустили в небо шары с заветными желаниями. Затем родители взяли выпускников за руки и повели их на последний школьный урок. Теперь ребятам предстоит успешно сдать единый государственный экзамен и попробовать свои силы в поступление в высшие учебные заведения.